Мы сегодня в программе познакомим вас с тремя женщинами, которых объединило не только одно отделение первой онкологической больницы и даже один врач, еще общий страх, общее желание со всем справиться. Из их истории мы поймем, как у нас в городе обстоит дело с лечением онкологии. Может, чей-то рассказ будет именно вам полезен. Представляете, у этих женщин даже операции по удалению образований в молочной железе проходили в один день. Но сейчас отмотаем время назад, а как они узнали? Я пошла на диспансеризацию в поликлинику, и гинеколог направил меня на маммографию. Я сделала маммографию, насторожила результаты. Самое удивительное, что меня вообще ничего не беспокоило. Обязательно задумывалась, только времени все время на это не хватает, поэтому между первой маммографией и второй у меня прошло 4 года. Если бы я это сделала быстрее, я бы, наверное, узнала раньше о диагнозе. Узнала о заболевании. Закончив лактацию после родов, обнаружила, что все-таки немножко есть какие-то отклонения, поэтому обратилась за помощью к консультантам. Соответственно, судьба вывела меня через гинеколога по месту жительства на это заведение. Все обследование длилось порядка двух месяцев. Ну, конечно, страшно было. Что касается молочной железы, я ее проверяла регулярно. До какого-то возраста это было УЗИ, потом уже нужно было делать только маммографию. Потом делали скомментированные исследования. И вот на очередном ежегодном обследовании выяснилось, что эта опухоль несколько увеличилась и уже требует какого-то оперативного вмешательства. Понятно, когда получаешь нехорошие результаты исследований, возникает сразу шквал вопросов, а что теперь делать, куда обращаться, где искать врача, когда будет операция и где ее проводить. И понятно, что время здесь это самое ценное. И мы уже не раз рассказывали, что в Москве у нас появится 6 профильных онкоцентров, кстати, на базе вот этой первой онкологической больницы, когда пациента будут просто за руку вести на всех этапах. От диагностики до выписки и последующего наблюдения. И будет прописана маршрутизация, причем со всеми четкими сроками. Сначала в обычной поликлинике в течение 5 дней должны быть назначены анализы и исследования, если есть подозрения на рак. Далее пациента направляют в онкодиспансер в течение 10 дней. Там должны будут поставить четкий диагноз и определить стадию заболевания. Потом переводят в один из многопрофильных центров. Там консилиум врачей, определение метода лечения, само лечение и так далее. Но это в будущем. А как сейчас? Операция проходит где-то порядка двух месяцев, потому что все-таки обследование много времени занимает. Сама операция проходит на следующий день после поступления. И реабилитационный период у меня совпал с выходными, поэтому занял 5 дней, а так выписывают через 3-4 дня. Так быстро? Да, так быстро. Чувствую себя уже хорошо. Сама операция шла 4 часа. Я, конечно, этого не очень почувствовала, потому что мне сделали наркоз, и я от него уже отошла здесь, в палате. Сейчас я чувствую себя хорошо. Нигде ничего не болит? Нет, ну болит, конечно, но я не могу прям так скрючиться перед вами. Поэтому я считаю, что для 5 дней после операции я чувствую себя прекрасно. Каждый день перевязки, обезболивающие, уколы, антибиотики. То есть сейчас будет какой-то анализ, определение доброкачественное, безлокачественное? Да, совершенно верно. Сейчас будет долгое исследование. Сказали 10 дней, там гистология, иммуногистохимия, я не очень медицинским термином владею. И после того, как уже всё это разложат по полочкам специалисты, уже мне будут назначать лечение. Врач равно настаивала на операции, я говорю, как скоро. Она говорит, ну месяца три у вас есть. И за эти три месяца я пошла обследоваться и разговаривать с онкологами именно. Было у меня три мнения. Из них одно мнение было, что идите, гуляйте, забудьте, придёте через три месяца. Два мнения, сказали, срочно, срочно удалять надо. Ну, раз срочно удалять, и как бы назвали это диагностической операцией. То есть должны были удалить некоторые там это образование и потом уже его исследовать. Раньше вообще считалось, если женщине объявляют у вас рак молочной железы, это автоматически значило, что она останется без груди. И вообще её ждёт тяжелейшее восстановление. Мы сегодня специально заглянули в операционную, чтобы пообщаться на этот счёт с врачами. Кстати, в хирургическом корпусе недавно провели капремонт, а это не только обновление помещений, но и оборудование. Теперь здесь можно делать больше 7 тысяч операций в год, в том числе сложнейшие микрохирургические вмешательства проводить при злокачественных опухолях головы и шеи. Так вот, что касается восстановления. Одной из наших героинь операцию провели в прошлую среду, а в пятницу уже выписали. И выписывают пациента, к слову, с прекрасными формами. Сейчас в нашем арсенале находятся различные варианты органосохраняющего лечения, онкопластических резекций, реконструктивно-пластических операций с использованием различных синтетических, биологических материалов. Сейчас на рынке имеется очень большой выбор различных силиконовых эндопротезов с различным покрытием, текстурированным, полиуретаном. Таким образом, современная хирургия молочной железы уже идёт далеко вперёд, что позволяет больной сохранить молочную железу, и она может выписаться из нашего учреждения только здоровой, но и красивой. И понятно, чем раньше опухоль будет обнаружена, тем меньше хирургическое вмешательство понадобится. Но так уж мы устроены, не хотим ассоциировать себя с чем-то плохим, а некоторые вовсе боятся идти сдавать анализы или просто не знают, где это сделать. При этом в Москве периодически проводят акции по диагностике сразу нескольких видов рака. Например, в прошлом месяце в десятках поликлиник можно было провериться на рак лёгкого, молочной железы, предстательной железы, шейки матки. Как это выглядит? С лёгкими, например, это рентген органов грудной клетки или цифровая флюорография. А курильщикам со стажем могут даже КТ назначить. Исследование молочных желёз от возраста зависит от 18 до 39. Это УЗИ старше 40 – мамография. Мужчинам старше 45 предлагали сдать анализ крови на ПСА, чтобы исключить риск развития ракопростаты. Кстати, можно в городе ещё и родинки проверить, и пигментные новообразования. В Московском научно-практическом центре дерматовинератологии там полтора десятка филиалов. Надо только заранее записаться. Сейчас можно ещё генетическую предрасположенность определить. К тому же рак у молочной железы, например, если кому-то из родственников ставили такой диагноз. Вот посмотрела в частных лабораториях, такой анализ стоит от 4 тысяч рублей до 9, в зависимости от набора генов. Но и некоторые городские больницы это исследование проводят. Наиболее часто распространённо это мутации в генах Барси 1, 2 и Чек 2. Если пациентка получает ответ о том, что имеется такая мутация, то она может обратиться к онкологу, и ей необходимо обратиться к онкологу для принятия решений о профилактике рака молочной железы. Вы сказали, что очень Анжелина Джули повлияла на ситуацию в этом вопросе. Как вам? Все знают, конечно, что у Анжелина Джули была выявлена генетическая мутация, и все онкологи благодарны ей, потому что именно она дала такой пусковой толчок, скажем так, чтобы женщины во всём мире обратились для сдачи анализа крови на генетические мутации. Особенно те, у кого в семье был рак молочной железы. Если кто-то не слышал, Анжелина Джули проходила генетический тест, потому что от рака умерла её мама, и этот самый тест показал предрасположенность к онкологии. Актриса пошла на радикальные меры. Это полное удаление молочных желез. Онкологи неоднозначно к этому её шагу отнеслись, но, как вы слышали, это стало толчком для многих женщин хотя бы заглянуть в кабинет к мамологу. И, как мы видим, у Джули продолжается насыщенная событиями жизнь. И у наших героинь, кстати, столько планов после выписки. Мне ещё предстоит лечение. Конечно же, я верю только в хорошее. План у меня громадьё. У меня два взрослых сына. Я хочу увидеть внуков, попутешествовать всей семьёй. И увидеть ещё много радости в этой жизни. И поработать ещё. Я работающий человек. Я работаю дизайнером. Очень хочется поехать на море с ребёнком и насладиться уже эффектом от достигнутой операции, потому что результат превзошёл мои ожидания. Самый волнительный момент – это ожидание гистологического исследования, заключения. Но нужно принимать всё, как оно будет, и продолжать радоваться жизни, строить планы, работать. Одно другому совсем не мешает. Желаем этим женщинам, конечно, здоровья. А это была «Москва сегодня». Завтра увидимся.